Добрый день дорогие друзья! Сегодня мы посмотрим с вами на прицеп Swift Charisma. Это 2002 год, прицеп на две стороны, 540 модификация, говорит нам о том, что это 5,4 метра внутри модуля салона. Прицеп, как вы можете заметить, британец и соответственно имеет в себе бойлер проточный Truma на 10 литров. В источнике его работы это 220 вольт и конечно же газ. То есть здесь уже стоит десятка, это как правило всегда видно по наружному выхлопу. Безусловно есть место под штатный аккумулятор 12 вольт. Значит прицеп оснащен блоком питания, блок питания на 12,9 вольт, который включает в себя зарядное устройство. И опять же, то есть сейчас опять возникли всяческие вопросы, касаемые аккумуляторов. Обыкновенный абсолютно аккумулятор глубокого разряда и не надо там придумывать велосипед, скажем так. Встроенное зарядное устройство не предусмотрено для того, чтобы заряжать АГМ и тому подобное. Стопная головка алка, тормоз накатного типа, опорное колесо. Все это безусловно здесь присутствует. Две вилки 6 и 7 пиновые. Вот они серый провод, он агрегатный. И черный провод это классическая 7 пиновая розетка, которая отвечает за работу стопов, поворотов и габаритных огней. Багажник достаточно забит. Здесь какие-то есть образцы септика для использования в туалете. Место под газовые баллоны. Здесь используется газовый шланг с лягушкой, запасное колесо и штанги, касаемо каких-то, может быть, навесов или закладных. Три створки в передней части окон. Модификация с подоконником. Передняя часть с тумбочкой. Тумба быстросъемна. Это уже мы все увидим внутри. Итак, тент-палатка имеет место быть с любой из сторон в данном прицепе. То есть, можно поставить не обязательно со стороны входа, а использовать как отдельное стоящее помещение и не привязывать его, скажем так, к тамбурному типу. Кассета Тетфорд туалетная со своим бачком-смывом. Вот он отодвигаемый. Ну и этот Тетфорд С2С4, который используется с механическим, как правило, смывом шины Сэшка. Выхлоп как раз-таки газовой части проточного бойлера. Место подключения погружного выносного насоса, помпы 12 вольт и бокс для установки собственного аккумулятора. Место подключения 220 вольт. Матированное окно говорит нам о том, что у нас туалет находится посередине прицепа. Здесь комбинированный с пластиковым поддоном, комбинированный туалет с душем. Так, тент-палатка со стороны входа. Вот она у нас. Закладная в прекраснейшем состоянии. Есть пластиковый бокс для хранения вещей. Вентиляционные решетки холодильника верхняя, как правило, используется для того, чтобы обслужить газовый выхлоп. Ну и низ – это доступ к газовой форсунке, ее визуальному контролю и при необходимости небольшому обслуживанию. Сам холодильник, как правило, крепится на четырех болтах внутри прицепа. Подается вперед, через вентиляционные решетки вы можете открутить газовые трубки, которые подходят к прицепу, к холодильнику. То есть, все, что касаемо газовых этих вещей, обязательно не забываем снимать либо лягушку с баллона, либо все это контролировать, перекрывать. Вот, в принципе, сейчас все эти газовые нюхлики везде есть, так что все это обслуживание достаточно, я бы сказал, простое. Ну, если уж совсем своим языком говорить, то есть, не надо там ничего придумывать, здесь никакого космического корабля нету в оборудовании. То есть, это сделали люди, и это люди могут обслужить и при необходимости починить. Итак, давайте посмотрим все-таки на салон. В передней части достаточно классическая компоновка с тумбой. Тумба с быстрым столом, есть, безусловно, стол обеденный, у него есть свое штатное место в шкафу. Два достаточно длинных дивана, на которых можно полежать не разбирая, ну и, конечно же, при необходимости они разбираются в двухспальную кровать. Окошки у нас защищены и москитными, и фольгированными сетками, плюс есть интерьерные шторы. Обратная сторона подшита светлой тканью, это классика. Вот, для фотографии ставится стол, но, конечно же, подход после этого не самый лучший. Ну, давайте посмотрим, заглянем под диван. Здесь мы как раз-таки можем увидеть проточный бойлер. Так, вот он сфокусировался, это трума. И сразу же возле дивана включателя. То есть, здесь у нас и включатель от газа, и от электричества бойлера. И вот эта часть отвечает за вот такой вот отопитель трума ультрахат, которым оснащен наш прицеп. Что это за включатель? Включатель. Итак, то есть, мы можем использовать и от газа, мы можем использовать от электричества. От газа здесь у нас есть свой кран, плюс это механическая пьеза. Раздув, конечно же, есть. Как правило, в прицепах таких размеров раздув используется для того, чтобы попадало отопление в зону санузла по рукавам. Потому что, скажем так, что этой площади, эту площадь достаточно обогреть и с одного места. Есть еще вот такая откидная полка, это эпоха телевизоров с кинескопом. Вот тут у нас выход антенного кабеля 220 и 12 вольт. Ну и кто-то поставил капитальную закладную для кронштейна уже современных телевизоров. Потому что в обратном, обратная стенка в шкафу, вот такой вот вариант виден. Так, ну, раз до шкафа добрались, здесь у нас система входящего электричества, пакет автоматов, зарядка на 220 вольт. То есть, смотрите, пришло электричество, автоматы вверху, включили чарджер и... О, здесь, кстати, они подписаны. Какой автомат, за что отвечают. То есть, это розетки, розетки-отопитель, свет, вода и фридж-чарджер, холодильник и зарядное устройство. Повторюсь, все прицепы такого плана, они оснащены зарядным устройством для аккумулятора штатно, для которого предусмотрено место в этих прицепах. И нужно использовать обыкновенные аккумуляторы, чтобы не... Чтобы не, как бы, получается, менять это зарядное. Так, здесь у нас интегрированная кухня, раковина, холодильник, ну и газовая плита с духовым шкафом и, конечно же, с газовым грилем. Холодильник электролюкс, работа в электричество от 220 вольт. Газовая часть представлена с механической пьезой. Сейчас я вам сфокусирую, покажу. И электрическая часть красная, это 12 вольт, а зеленая 220 вольт. Ну и здесь у нас большая морозильная камера. В задней части прицепа есть сдвижная дверь. Вот она. То есть, по принципу шкафа-купе, вот эта часть может быть уже ограничена. Ну и, конечно же, также она разбирается в большую кровать, во всю ширину прицепа. Зона санузла. Как я уже сказал, она комбинированная. Здесь у нас раковина для умывания, плюс есть душевая леечка и абсолютно полностью механический унитаз. Канистры оставил предыдущий собственник. В принципе, полнокомплектный прицеп у нас получился и мы его имеем. Итак, это SWIFT 2002 года. Стоимость уточняйте на сайте avtuchespskov.ru. Информация также дублируется в Инстаграме у Юрия, ну и, конечно же, на нашем канале в Ютубе. Благодарю вас за обратную связь. До новых обзоров и встреч у нас на площадке. Субтитры создавал DimaTorzok